Когда я пошёл в кинотеатр на Нового Ворона, я плохо помнил оригинал 1994 года. Я шёл на фильм, в котором будет много крови и драк, и особых ожиданий у меня от него не было. И поначалу фильм меня и вправду впечатлил, взять хотя бы начальную сцену и титры. Ну, очень красиво, очень круто снято. Хотя и к этой красоте у меня есть пара вопросов, но в целом... Ты смотришь на такую классную картинку и думаешь, ну с сюжетом-то уж точно не подкачали. И вот к сюжету у меня очень много вопросов. Я хочу сравнить его с оригиналом 1994 года и разнести его в щепки. Сначала немного расскажу о новом фильме, а потом перейду к его сравнению с оригиналом 1994. Новый фильм начинается с того, что главному герою снится кошмар. Он видит запутавшиеся в колючей проволоке лошадь, истекающую кровью, и не может её спасти. Это одна из ключевых деталей, обратите на неё внимание. А дальше нам показывают девушку, которая пришла мафия из-за того, что она поделилась каким-то видео со своей подругой. Её подруга быстро смекает, что дело плохо, и что надо убегать и прятаться, ибо вскоре мафия придёт из-за ней. Ну, как смекает? Представьте, подруга присылает вам видео с вечеринки, на которой вы обе были. В этом видео происходит убийство. И подруга перестаёт вам отвечать. Ваши действия. Обратиться в полицию. Сбежать, скрыться, спрятаться. Не обращать на это внимания. Поехать к подруге, которая перестала отвечать. Ну это же гениально. Просто у меня слов нет. Ну, ладно, ладно, это первая сцена, потом же будет лучше. Нет. Эта девушка врезается в полицейского, и из её сумки выпадают запрещенные вещества. Полицейские её задерживают, и... Это только начало гениального пути одного из главных героев. Затем мы видим тюрьму, в которой все заключённые почему-то в розовых костюмах, и эти заключённые булят главного героя. А он не подаётся на парвокации и вспоминает своё детство, в котором не смог спасти лошадь. И вообще, он тут выглядит человеком с очень жёсткой клинической депрессией. И вот вечером он сидит в своей камере, и, видимо, думает о Роскомнадзоре, но потом слышит чей-то разговор, подходит к окошку и видит девушку. Мысли о Роскомнадзоре его тут же покидают, и он начинает экспрессивно рисовать. Здесь, забегая вперёд, он нарисовал эту девушку голой. Вот такая любовь с первого взгляда, прикиньте. У них там вообще девушек, что ли, не было в этой тюрьме. И он увидел первую девушку за пару лет. Ну, какова вероятность, что вы влюбитесь с первого раза вот так сильно? Она, конечно же, влюбляется в него и начинает к нему захаживать каждый день. И эти диалоги — это просто трэш какой-то. Что тебе понравилось во мне, когда впервые увидел? У тебя будто какая-то аура. Очень мощная. А что тебе понравилось во мне? Я решила, что ты красиво сломлен. А ты меня любишь, бе-бе-бе? А ты меня... А, ой, ты такой сломленный, ми-ми-ми. Им что, по 14 лет? Ну, может, фильм рассчитан на аудиторию 14-летних детей? И костюмы вон у них розовые и ванильные тоже в тюрьме. Пациент 005, Шелли. Внимание к вам, посетитель. А, так это рехаб? Они всё это время сидели в рехабе? Да какого чёрта у них розовые костюмы-то всё равно? Ну, они в детском садике или что? Я не могу, как же бомбит у меня? Почему розовый действительно? Мы что в приключениях Паддингтона. Там во второй части он, короче, постирал одежду заключённых с красным носком, и вся их одежда стала розовой. Если это настолько прокачанный рехаб с психологами и комнатами-квартирами, почему оперсонал допускает такое поведение нападки на человека? Ладно, давайте просто смотреть дальше. Нам показывают главу мафиози. Ему докладывают о поимке девушки, и он спрашивает у неё, не видела ли она свою подругу. Та отнекивается, а мужик продолжает её пугать, и рассказывает ей о том, что он отправляет души невинных людей в ад, в обмен на то, что он будет жить долго, и в ад не попадёт. Такая у него сделка с дьяволом. И вот это очень крутая сцена. Так показать демона и его наваждение на человека — это вау. Такого я ещё нигде не видел. Девушка берёт ритуальный меч и убивает себя, а он типа напитывается её душой. И сразу за этим мы видим вот это розово-ванильное нечто. Я серьёзно, это оригинальный монтаж? Ну пи***ь. После кровавой, жуткой и такой необычной сцены мы натурально переносимся в детский сад-армию. Ещё раз, это рехаб. Человек в депрессии, на отходнике от веществ. Чё-то пытается спортом заниматься. На него орут и заставляют прыгать усерднее. По мнению сотрудников рехаба, это должно помочь человеку. Но когда на этого человека нападает 10 мужиков, где эти суровые сотрудники? После этого девушка видит знакомых людей из мафии, которые пришли в рехаб её искать. Сбегает из рехаба своим парнем, они прекрасно проводят время, и снято это тоже не менее прекрасно. Я даже не уверен, что это можно на ютубе показывать. Ну короче, мафия их находит и очень-очень жёстко убивает. Всё происходит в полной тишине. И нам в деталях показывают, как эти двое задыхаются и умирают. Вот хотя бы ради этих сцен вам стоит сходить в кинотеатр на этот фильм. Сцены с демоном и наваждением, эстетическая красота от операторской работы и сочных кадров, и полнейший ужас от вот этой вот сцены с пакетами. А дальше главный герой как бы очухивается в потустороннем мире, и местный Морган Фриман из Брюса Всемогущего объясняет ему, что он находится в подобии Чистилища. Не может попасть в рай и не может попасть в ад, потому что его душа испытывает ненависть, и он должен отомстить своим обидчикам. Ну условно. Ну вау, ну красота же. Ну блин, ну вот очень хорошо сделали. Ну умеют же. Ещё бы сюжет так же хорошо продумали бы, как и эти красивые сцены, цены бы этому фильму не было. И вот давайте остановимся на этом моменте. Прошло 40 минут фильма. А что вы могли увидеть в оригинале за это время? Раньше люди верили в то, что когда человек умирает, за его душой прилетает ворон, и уносит её в мир иной. Повсюду пожары, какой-то мрак, закадровый голос маленькой девочки. Согласитесь, начинается уже куда более атмосферно, чем ремейк. А если бы вы ещё и были американцем, или были бы в курсе их истории, то поняли бы, что это очень сильно напоминает Бронкс, район в Нью-Йорке. В 70-е, 80-е годы сгорело более 80% жилья в Бронксе. Пожарных не хватало, денег на ремонт и обслуживание зданий тоже. Иногда было проще поджечь собственную квартиру, чтобы получить компенсацию по страховке, и в итоге ещё и заработать на этом всём. И старый оригинальный ворон 1994 года отсылает нас именно к этим событиям. Прикиньте, насколько глубок может оказаться простой боевик. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и даёт возможность восстановить справедливость. Далее нам показывают детективы и полицейских, которые прибыли на место преступления, а потом мы видим буквально отбросов общества, как из заводного апельсина, которые, собственно, и учинили это преступление и подожгли ещё какой-то дом. И в этот момент из могилы выбирается главный герой, который совершенно ничего не помнит о своей жизни и не понимает, что с ним происходит, и его постоянно флэшбечат воспоминаниями. И через эти флэшбэки мы понимаем, что его убили вот эти отбросы общества, что девушку его изнасиловали, и что он ой-ёй-ёй как хочет им отомстить. Хочет, чтобы справедливость восторжествовала. И это очень понятное чувство, его не надо объяснять и разжёвывать словами Бога из потустороннего мира. Мы видим негодяев и от всей души желаем им смерти. И знаете, что происходит на сорокой минуте оригинального фильма? До фильма Ворон была графическая новелла, которая так и называлась Ворон, и в которой описывалась примерно та же история. Поэтому сравнивать эти фильмы занятие довольно странное. Это как пытаться сравнить книги и их экранизации. Каждый фильм это отдельная интерпретация оригинального материала, и у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Например, в графической новелле акцент делался на глубоких эмоциях и внутренней борьбе персонажей. В 1994 году фильм смог передать эту мрачную атмосферу и трагизм через визуальные стили и сюжетные повороты. Новый Ворон, с другой стороны, больше сосредоточен на зрелищности и современном подходе к повествованию, что делает его более лёгким для восприятия, но иногда теряет ту самую глубину оригинала. И несмотря на то, что сравнивать их бессмысленно, мы, конечно же, всё равно их сравним. И... Ну не нравится мне новый Ворон, ну что это такое? Естественно, он красивее снят, и операторская работа там просто на высоте. И за этим очень классно наблюдать. Ты смотришь на все эти сочные кадры и получаешь неимоверное эстетическое удовольствие. Но веришь ли ты в историю, которую тебе показывают? Нет. На 40-й минуте нам показали какую-то предысторию жизни главных героев, потом они внезапно друг в друга влюбляются по каким-то совершенно идиотским причинам. И проводят неделю вместе. Ну реально, ну как 15-летний, ну ты не веришь в глубину их чувств. Вот же ж, блин. Главный герой в какой-то депрессии, постоянных сомнениях в себе. Вот эта вот сцена на меня вообще убила. Почему я не исцеляюсь? Я же сказал, пока твоя любовь остаётся чиста. Враг любви это не ненависть, а сомнение тебе была дарована сила Бога. Но в итоге ты оказался мальчишкой. Ну вот что это такое? Почему главный герой так выродился? В оригинале это была машина для убийств, которая не сомневалась в своих действиях. В оригинале мы видели не мальчишку в депрессии и сомнениях, а чистую силу ярости и ненависти, благодаря которой он и вернулся в этот мир. В новом же фильме герою, чтобы жить, нужно испытывать любовь к своей девушке и не сомневаться в своей любви к ней. Пока твоя любовь остаётся чиста, тебя не убить. Иначе он утрачивает все свои силы и возвращается в чистилище. Блэ! Отвратительно! Мне не хватает розовых соплей, плесните мне ещё! А знаете, чего мне ещё не хватает? Ваших донатов и подписок на Бусти. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня там, пожалуйста. Если меня будет сложно любить, попробуй любить меня сильнее. Вот это, блядь, самая гениальная фраза за весь фильм. Как же она меня бесит. Ужас! В оригинале нам показывают таких злодеев, от которых блевать тянет. Ты действительно испытываешь к ним неподдельное отращение и буквально желаешь им смерти и с нетерпением ждёшь, когда придёт их час расплаты. Ты сопереживаешь главному герою и отчётливо пропитываешься его жаждей справедливости. В ремейке ты видишь злодеев, которые пи***ц, какие крутые! Какая-то дьявольщина и чертовщина. Главный антагонист так и вовсе напоминает добряка Кроули из Сверхъестественного. Этакий батя, но со своими приколами. Ты даже в чём-то его любить начинаешь. Он создаёт поистине очаровывающий образ, который не вызывает отращения и ненависти. А главный герой, наоборот, отталкивает своим инфантилизмом и сомнениями. Моментами он даже выглядит жалким. И вот что это такое? Зачем всё так? А сцена, где главный герой преображается? Давайте посмотрим это в оригинале. Главный герой приходит к себе домой, там, где его убили вместе с его девушкой. Вспоминает, как здорово ему с ней было. Вспоминает, как её изнасиловали. Видит маску, которая напоминает ему о прошлой жизни и решает нанести на себя макияж, как на этой маске. Что как бы показывает нам, что главный герой больше не человек. Он принял свою новую суть и отправляется мстить. Что мы видим в ремейке? В очередной раз, вернувшийся из потустороннего мира герой убивает злодеев, ламбово сидит и курит, набивает себе новую татуировку, а оставшиеся чернила пафосно наносит себе на лицо и любуется собой в зеркале. Видит плакат с самураем и тут же находит кем-то заботливо оставленную катану. Ну что это такое? К чему? Почему это происходит? Когда родители ушли из дома и ты решил использовать мамину косметику и походить в её туфлях. Вот что мне это напоминает. Из этого фильма надо было вырезать все сцены убийств, поставить ему рейтинг 6+. Было бы самое то. В оригинале главный герой неотрывно был связан с Вороном. Он мог видеть глазами Ворона, и в Вороне заключалась вся его сила. Если Ворона ранили или убивали, то и главный герой терял свои суперспособности и переставал регенерировать. Собственно, с помощью Ворона он и находил всех этих злодеев. В ремейке главный герой находил телефон злодея, в котором тот за минуту до своей смерти назначал встречу с другим злодеем. И так происходило из раза в раз. Я не шучу. Ну что за пи***ц? И всё ещё чё-то кричат про ультра-насилие, бе-бе-бе, сцену из филармонии вырезать вообще хотели, но в итоге оставили. Ме-ме-ме из филармонии? Серьёзно? А вот это всем показалось норм, да? Вы оригинал вообще видели? Там и близко нет такой чернухи, как в этой сцене с пакетами. Да, там больше людей убивают в итоге. Но если говорить про ультра-насилие и жестокость, такой жести там нет. И если исключить вот эту сцену с удушением из нового фильма, то все остальные сцены с убийствами покажутся цветочками. Ставь лайк, если думаешь так же. К чему же была эта лошадь в новом фильме? Некоторые кинокритики, а жаль. В этой сцене нам показывают суть главного героя и то, вокруг чего он вообще строится как личность. Он не смог спасти любимое и дорогое ему существо. Возможно, этим объясняет свой интерес к запрещенным веществам и депрессивность. И вот он встречается с девушкой и снова не может ее спасти. Вот он уже вернулся в реальный мир после своей смерти и видит галлюцинацию того, как его девушка прыгает с моста и снова он не может ее спасти. И лишь в конце, отомстив и убив всех, он спасает ее душу из ада. Закрыл свой гештальт, спас любимое существо от суровой участии. Типа, в этом его мотивация по жизни вообще была. У меня останутся лишь воспоминания. И это совершенное чувство любви к ней. Да ну не верю я в эту сильную и глубокую любовь. Камон, сначала ты хныкал, что ой, кажется, я сомневаюсь. Потом обретал уверенность в своих чувствах. Снова сомневался. Да ты знаешь эту девушку неделю. НЕДЕЛЮ. Ну не верю я тебе. Ну не работает эта сцена на меня и не вызывает тех чувств, которые, ну как будто бы, которые должны были бы у меня возникнуть как у зрителя. Ни в какое сравнение по сюжету и сюжетным ходам новый фильм не идет со старым. Добавили психологичности какой-то, разжевывание и сопли этих розовых, которые, ну, вообще не работают на истории, на мое погружение в главного героя и его драму. И, кстати, вы знали, что в оригинальном Ворне 1994 года главную роль исполнял сын Брюса Ли, Брэндон Ли? И что он погиб на съемках? И с такой культовостью и реализмом уже вряд ли способно что-либо в принципе сравниться. И если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. И до новых встреч.